Знания и все. А некоторые люди уже из гордости начинают. Да тут знания-то не надо. Просто быть человеком. Совесть. Совести-то нет, это не человек. Это просто демоническая оболочка. И все. Ну, чувство красоты-то есть какой-то порядок. Ты посмотри в глаза людям. Знания-то тут не на первом месте. На первом месте совесть. Я не знаю никакие. Они конкретно не видели ничего еще. Понимаете, они по одному ролику или стиху, по одному, они уже оценивают всю ситуацию. Да и хотя бы по одному, но совесть-то и там нужна на один ролик-то. Один. Вот сейчас 83 ролика по житьям святым. Ну и давайте обсуждайте, смотрите. А обсуждения-то уже помаленьку начинаются. Сегодня священник один зашел. Он заштатный. Тогда в Ишевске три священника поднялись. Отец Сергий Жариков. Он говорит, для меня это свет в конце тоннеля. Я через вас приобщаюсь к Богу. Это священник пишет. Что на вашем канале прихожу, смотрю и я могу его просто полностью прочитать. Да это такие слова-то. Без слез нельзя слушать. Ведь они никакого отношения к вере в Бога-то не имеют. А это вот моя церковь, это твоя церковь одна. И хозяин Бог. Почему они и спрашивают, кто дал тебе такую власть на Христа? Власть-то имеет только Бог. Так. Что-то у меня это исчезло. А, вот оно где. Я говорю, что тут не всегда решает знание. Священник в алтаре стоит. Я говорю, ты служишь Богу? Да. Ну, а служишь-то как? Односторонне или все-таки что-то Бог тебе говорит? Угоден ты Богу или не угоден? Тебе это не надо знать разве? Святые-то интересовались. Они прямо вопияли к Богу. Услышь, имя Божие. Ты молитву-то маленько вникни. Ну, ты не понял, не знал. Не знал, так ты и молчал бы. Но и ты говоришь, как знающий. И других влечешь в обратную сторону. Стоишь перед престолом, руки поднимаешь. А с руки кровь капает. Ненавидящий брата и человека-убийца. Брата. Мы все братья. Ты не знал. Но я это понял. Ты не знал. Но Бог знал. Ты простирал руки ответ. Почему Бог не положил на сердце, что ты в ложе свете все видишь? Во тьме находишься-то. Вот это меня всегда интересует. Они не верующие. У верующего так не может быть. Мне вот наговаривают на кого-то, подошли. И я вижу, что говорит-то похоже где-то. А от меня, а что ты молчишь? Да не знаю. Я ни слуху, ни глазам не верю. Мне надо глаза увидеть человека. Побыть вместе. Может быть помолиться. Да и опять отойти, да и опять помолчать. Поплакать где-то в уголке. А это ничего нет. Он, как говорит, с кондачика налетел, шапку сбил и все. Он не знает. Но один раз толкнул на это. Посмотри, как Пасха справляется. Тут мало людей, мало. А когда много, у нас разницы нету. Больше ста человек приехало сразу. И все на подходе еще. Они такие. Вот мама, папа там у Игоря Третьякова. Ну не то, что верующий. Пришли они тут же. Все переодеты. Стоят. Не нарушают. Ничего нету. Это в нас же зависит. Мы чего желаем, Бог дает. Я желаю порядок. Порядок и есть. Порядка-то, если нигде нет, так оно и в голове нет никакого порядка. Я вот порой смотрю, даже у неверующих людей иногда больше бывает вот такого вот проникновения духовного. Да, да. Именно так. Господь через апостола Павла так и говорит. Языщики, не имея закона, сами в себе закон. Их совесть то судит, то оправдывает. Здесь его не судят совесть то. Он говорит, говорит безумную ложь. Вот мы ходили по Донбассу, там город такой-то называют. Мы продавали там книги и тут же показывают нашу, ну сказать, которую мы даем. В каждой библиотеке маленький вот такой вот и написано. В вашей библиотеке с сегодняшнего дня находятся 38 книг православного проповедника Игнатия Лапкина. Можете там о том-то говориться. Я подарил библиотеке, а они пишут, ходил по улице и продавал. Ну маленько разница, видать. Я хоть один видел меня в городе и я ходил, продавал. Один, во всю вселенную. За последние сто лет. Ну я сын Геббельса, да. Гитлер мой дядька родной. Ну доказательства должны быть. Так же нельзя. Я не кричу за родину, за Сталина. Я не знаю его. Я знаю, что он убивал людей. Это неопровержимость. Что коммунизм, как фашизм не осужден. Об этом могу сказать. Европа от этого, хотя частично очистилась. Папа Римский принес покаяние, что поддерживал Гитлера, гнали евреев. Патриарх-то не принес покаяния. А ведь бей жидов, спасай Россию. Это русская наработка-то. Как этого не видеть-то? Царь святой, я признал святой. Но царь знал, что с евреями делают. Да сказал бы еще одно гонение. В Одессе тогда убили. Сразу там 40 только человек. На первой осенью будешь повешен. Министр внутренние дела. Ты все, зараза, говорится, сдохла собака. А ведь не было этого. Я не политик, но я понимаю, что если тебе дана власть, то не зря носит меч, он говорит. Он пресекать должен злодейство. А теперь вот мы глотаем то, что посеяли. Отцы наши грешили, говорит, их уже нет. А мы несем по руганию, про Кваров, говорит. И давно уже нету, косточки сгинили. И сегодня они то же самое. Притом абсолютно на 100% поп знает, что это ложь. И людям говорит, они Божью Матерь не признают. Ну как не признают-то? Расскажи сначала, как признавать-то. Я буду знать, как? Ну как? До Богородица, Дева Радости, достойность. Я это, надо еще говорить не умел. И у меня не было дня ни в армии, ни где бы я ни молился при благословенной Деве Марии. Признаю иконы, целую. Что нужно? На ваших глазах иконы же у вас есть или как? Ну мне скажите, я сделаю это, сделаю. Ну только вы-то не изменитесь нисколько. Злодействуют, злодеют, злодейски. Про кого-то же это написано. Просто красота. Она должна как-то к человеку относиться. Знаете, я на собственном опыте. Мы знакомы уже больше полгода, наверное. Знаете, я когда к вам пришел, у меня не было еще знаний таких, понимаете. Это чтобы узнать вас и понять, это для этого время нужно. А у людей нет времени уделять такого, чтобы узнавать вас, проникаться. Понимаете, как? А они огульно вот так вот сует, а Духа Святого не имеют. Это правильно. Только вот в этом вся суть. Духа Святого не имея, то ты не его. Тут ничего не надо иметь. Помнишь, что ты человек. Лоб свой, щело направь в вечность. И думай об этом. Отвечаешь за каждое слово. От слов своих оправдаешься и осудишься. Этому не трудно научить-то было. Ну не знаешь, так и не говори. А он сознанием, он кривещет. Я потом его спрашиваю. Ну ты знал, что у нас епископ есть? Конечно. Ну а что у нас и иконы? Конечно. Ну окажется, людям-то говорил-то. А я говорил, чтобы к вам не ходили. Это поп говорит. Уже находясь у нас в нашем доме, стал к нам ходить. Какие они? Да нет. Прости, Господи. Да, это, конечно, печально. А свои мозги не вставили же. Вот тоже я так говорю. Няня самому, он уже и сердце только одно. Но вместо сердца иметь ржавую железку нам не позволено. Ну ты видишь, что у тебя не открытое знание. В Нижнем Новгороде там какой-то батюшка. А они настали обо мне. Это в самом начале только сайт появился. И обо мне сразу толки пошли. Такие толки. Там кто-то на занятия приходил, видел. Ну то есть такое, что я не могу придумать даже, что он хотя бы раз что-то считал и видел мое. Их батюшки там, отец Николай. Вот такое-то вот говорят. Вот батюшка посмотрел маленький, ответ дает. У нас слишком мало данных, чтобы что-то судить. Но то, что он насчитал златоуста, жития, Библию, это говорит в его пользу. Он отвечает, да поэтому я советую помолиться и помолчать. В Нижнем Новгороде у меня желание даже встретиться с ним. Мне больше ничего не надо, только спасите ваши души. Но нельзя же в демонов превращаться. Непрерывно язык аспида жалит и жалит. Мне от этого, повторяю, не худо. Это моя награда. Радуйтесь и веселитесь, когда имя ваше понесут как неугодное. Сыну Человеческому. Для меня нет, но я не хочу быть соблазном на вашем пути, вы на мне соблазняетесь. Вот сейчас заходят уже, который человек, это уже по житиям во свете Библии. Все переворачивает сознание, говорит. Я вижу уже в интернете, ну там роботы-то разносят данные. Я зарядил жития святых, и там уже нас вкрапляют уже где-то. Они ничего не могут сказать. Я-то делаю это... Ну, допустим, ты не поверишь, что я говорю. Мне от этого, говорю, еще не холодно. Я-то и делаю для того, чтобы во свете Библии взглянули. Чтобы духом святым пропитались. Ну, грубо так говоря, проникнулись. Люди имеют еще такое вот чувство, называется стадным чувством, когда масса вся идет за одним каким-то авторитетным голосом. Вот посмотрите, я вот сейчас смотрю, сколько ураевым было таких почитателей, слушателей его. И посмотрите, сейчас они все практически отвернулись от него. Они годами его слушали, ждали передач, а теперь они его ненавидят. Понимаете, как Христа поселали ветви у осленка перед ногами, а потом распяли его. Так и здесь вот какое-то стадное чувство. А я всегда говорю, если вы не любите Христа, даже близко ко мне люди-то, вы можете в любой момент стать врагами. Критерий очень простой. Любишь ли Христа и любишь ли Святую Библию. Все. Против меня ты можешь воевать. Но на суде Божьем можем быть мы по одну сторону. Ты не знал там насчет сослательства. У тебя должна быть не ко мне любовь в первую очередь, а к Богу, к Слову Божию. Если ты любишь Бога, мы уже друзья. Ты любишь Библию. Ты сравни с этим-то. Кто где так об этом говорит-то? Ну, люди-то заходят, которые находятся-то. Прочитала вашу биографию, рыдала, это говорит. Ну, биография как биография, но она не тусклая, корявая, но не щепка в половоде. Мне тогда, но я принял, нет такого слова судьба, это языческое златоуз говорит. Ну, выразимся планита. Мне это отпущено, я взял и целую. Знаю, что там десница Божия по любви ко мне это сделала. Я говорю, я говорю так, как есть. Может, в голосе моем не нравится, что так говорится. А вы говорите с властью. Это пророческое слово, я на сто процентов уверен. Это истина, которую я говорю в последней инстанции, выше нет. Как вы можете это говорить? Да я цитирую Библию, что ты привязываешься-то? Это не мое слово-то. Я показываю книгу, глава и стих. Добавляю толкование святых отцов. Где мое? Покажите. И учение Игнатия. И ни один человек еще не показал, ни один. Даже нашего епископа спрашивали, он, я еще покажу. Игнатий сугубо православный. Его в неправославии никто не обвинит. Это его слова в присутствии местного епископа. Если бы я искал своего, я бы десятки раз свихнулся. Людям никак не понятно, как я уверовал. Вот 27 сентября 62 года. Ну, неужели у вас изменений каких-то не было? Там вот в понимании, в понимании-то. А если они были? Выходит, я те годы учил ложную, а теперь ушел. А ложное это учение осталось вошедшее. И у меня этого не было. У меня как будто бы кто-то вот так вот взял и туда все это заложил. Только углубления какие-то по этим вопросам были. Я знал, что это в России, но я не знал, что это в Воронеже. Да, я узнал в Воронеже. Годы проходят, они показали вашу улицу. Потом показана была квартира. Но это не означает, что я изменил что-то. Я к примеру говорю. А то еще тебя обижу. Это Бог делает так. Где-то же мы... Вот, Бутит, я неоднократно думаю. Сейчас вот, ты гляжусь, стрелка поплыла, ты начал делать. И где жмешь, я там как раз и жму. Я говорю, взялся же откуда-то. Парализованный, везет на себе. Стою и просто смеюсь, радуюсь. Смеюсь радостным смехом. Вот, Володя тут что-то с наушниками смотрит. Это Бог так сделал. Мы... Воспитание было разное, путь наш разный. Но вот мы дошли до места, где любовь к Христа на первое место. Любовь к Библии. Я вам ничего не доказываю. Вы просто сами смотрите. И меня что интересует? Ваше восприятие того, что вы сделали. Обязательно медленно посмотрите, наберитесь. И посмотрите. И скажите тем тогда смело другим, кто около вас бывает или пишет. Ну, вот один раз посмотрите. Ну, неужели вы не можете отличить правду от лжи? Ну, как эти люди разные, с разных сторон оденаково выглядят? Как они молятся? Как они одеты? Как ведут себя за столом в разговоре? Ну, маленько глянь. Ты же нигде этого не видел и не увидишь. У нас сколько было священников, архимандритов. Они переписывают наши уставы, фотографируют. Проходит год, два, три, встречаемся. Ничего не мог сделать. Говорят, это невозможно сделать. Как вы могли так сделать? У меня следователь допрашивает, следователь краевой прокуратуры. Курят Владимир Кузьмич. А так как вы могли так отрихтовать людей? По всей стране 32 следователя по мне работают. 12 кандидатов наук задействовано. И нигде ни малейшего противоречия один другому. Как вы могли так сделать? Так не бывает. Следователь говорит. Я говорю, я говорил людям, говорите всегда правду, единственную правду. Ничего кроме правды. А лжец должен иметь хорошую память. А правду помнить, как она была, так и есть. Ничего не надо. Он же меня спросил даже, я уже говорил, наверное. Но вот если где-то будет расходиться, кому верить? Вам или им? Я говорю, конечно, им. Наши разойдутся. Почему? Ее спрашивают, у кого получали пленки. Иногда пленки брали не у меня конкретно, а у других. А те уже копию сняли и тем поделились с ними. Он-то знает одна пленка. А у меня-то тысячи. Где я знаю-то? Я отдал в руки такие. А он распространил на все Кемерово, там, Новокузнецк. От кого получил-то, я не знаю. Но голос мой. Он приехал, следователь. Дали маленький отрывок из архипелага ГУЛАГ. Тут же из работников тюрьмы взяли понятых. И я на бумаге надпечатал это, чтобы я прочитал, чтобы они там сравнили на считанной пленке. Это они очень серьезно относятся. Это не епархия. И я сидел там, у следователя в кабинете. Я уже арестован, уже все. И я считаю. И это мой голос. И это все амплитуды голоса. Они все сверили. Это он считал. То есть они не из кондачка. Но так как меня был суд-то необыкновенный. Это КГБ вело. Не просто КГБ, а московское МГБ. По отцу делу Дмитрия Рудкова меня первый раз арестовали. Но я... И на текст можно, прерву. Мне монах один из Иерусалима звонит. Нужно поговорить с ним. Ну давай меня бросай, бери его. Да, а то он уже давно, видимо, даже добрался. Но ему если нужно будет развлечься маленько, выводи меня на него. Я его приму. Если сон, разгоню ему. Давай вот. Он не скидан, он друженек такой. Ну все, я отключаюсь. Да, благодарю. Да, благодарю. Да.